МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Лишние люди Земли. Куда девать 6 миллиардов человек? Поскольку Земля нерезиновая, все остальные лишние, и от них так или иначе надо избавиться. Существует ли золотой миллиард? Это теория заговора или здравый расчёт? Работают целые интеллектуальные центры, которые распространяют всевозможного рода идеи, средства, методы сокращения рождаемости. Что за организм атаковали космическую станцию «Мир»? На Земле аналогов нет. Тоже это космический мутант. И чем это грозит всему человечеству? Космонавты, спустившись на Землю, в себе носят вот это. А также тайные технологии управления людьми. Если я буду очень целенаправленно смотреть вам в глаза и что-то говорить, то через некоторое время у вас наступит некое такое застывание, оцепенение. Золотой миллиард. Многие слышали это выражение. Что здесь имеется в виду? Вовсе не деньги, как могли бы подумать некоторые. За этой цифрой скрывается настоящая теория заговора и целая доктрина управления миром. По крайней мере, так было совсем недавно. Давайте с помощью наших экспертов попытаемся разобраться, что же это значит сегодня. Маргарет Тэтчер. Легендарная железная леди. Именно ей приписывают фразу, которая в российской прессе произвела эффект разорвавшейся бомбы. Целесообразно, по оценкам мирового сообщества, оставить проживать на территории России 15 миллионов человек. Эксперты до сих пор не уверены, произносила ли эти слова Тэтчер в 1991 году в американском Хьюстоне. Это было закрытое совещание, полная информация по которому до сих пор не обнародована. И все-таки железная леди вполне могла сказать такое. Она была непримиримым противником советского строя и советской экономики. Именно несовершенство этой системы и имело в виду английский премьер. Так считает известный публицист Анатолий Вассерман. Он проводил собственное исследование и расшифровал смысл этой фразы. Во всем Советском Союзе, насчитывавшем тогда 300 миллионов человек примерно, только 15 миллионов человек занимаются чем-нибудь рентабельным по мировым меркам. Но в любом случае возникает вопрос, а что же делать с остальным населением? И кто будет решать судьбу этих людей? Задача России после проигрыша Холодной войны обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек. Эту фразу приписывают еще одному бывшему английскому премьеру – Джону Мейджору. И она, как нельзя лучше, вписывается в концепцию «золотого миллиарда». Что же это такое? «Золотой миллиард» – это термик, который используются журналистами для обозначения населения наиболее развитых стран мира. Страны Северной Америки и Западной Европы. Япония и Австралия. Их жителям повезло. Соединенные Штаты – это 300 миллионов человек. Это Европейский Союз – это еще 350 миллионов. Это Япония – порядка 130 миллионов человек. Это Австралия, Новая Зеландия, дальше немножко еще по мелочам. Все. Вот, собственно, и есть «золотой миллиард». Торжество закона и порядка. Развитая система социальной защиты. Доступное питание и жилье. Кажется, в этих странах построили то общество благоденствия, о котором так мечтали самые прогрессивные мыслители. Есть некая обеспеченная часть человечества, которая живет существенно лучше всех остальных и некого среднего уровня. Причем отрыв этот, он возник не сегодня, он возник уже достаточно давно. Но когда все остальные смогут жить так же? Чтобы на таком же уровне жил весь остальной мир, надо увеличить потребление природных ресурсов в несколько раз. Ну, а поскольку Земля не резиновая, то и возникла такая теория, что можно прокормить всего миллиард человек, а все остальные лишние, и от них так или иначе надо избавиться. Эта концепция появилась в конце 18 века. Ее автор – английский священник и философ Томас Мальдус. Самая известная книга Томаса Мальдуса – очерк о законе природонаселения. Мальдус предположил, что население планеты растет в разы быстрее, чем возможности человечества по использованию ресурсов. Был сделан вывод, что в лучшем случае спустя полтора-два столетия на Земле произойдет очень мощный социально-экономический, демографический, биологический и экологический кризис. Другими словами, планета будет не способна прокормить постоянно возрастающее количество жителей планеты Земля. О том, что на Земле слишком много людей, в 20 веке задумались и правители. И, как считают некоторые эксперты, приняли меры. Мировые войны – величайшие трагедии человечества. Только во время Второй мировой погибло более 50 миллионов человек. Но, как утверждают некоторые эксперты, это все – часть большого плана. Сговор элит ведущих мировых держав. Попытки ограничить рост населения планеты. Депопуляция тоже решала некоторые классовые проблемы, помимо чисто экономических. Управлять двумя миллиардами людей значительно проще, чем семью миллиардами. Римский клуб – общественная организация, в которую входят всего 100 человек. Это политическая, финансовая и интеллектуальная элита мира. Римский клуб создан для того, чтобы заниматься глобальными проблемами, выживанием человечества. Организатор римского клуба Аурелио Петчей, этот гуманист писал о необходимости сокращения населения планеты Земля. Деятельность римского клуба вполне прозрачна, но не вся. В конце 70-х годов 20 века группа лучших экспертов получила особый негласный заказ – сделать прогноз развития человечества. Выводы оказались шокирующими. Они изложены в книге с говорящим названием «Пределы роста». Все они были западные эксперты. Им заказывали доклады. В их представлениях мир втягивается в кризис, обусловленный нехваткой ресурсов при быстром росте народного населения. По этим расчетам, пик кризиса должен был прийтись на начало 21 века. В римском клубе не на шутку встревожились. 50 лет по историческим меркам – совсем небольшой срок. Сокращение населения. А как сокращать население? Как можно сократить население планеты с 7 миллиардов до 2 миллиардов? Ясно, что здесь гомосексуальными браками и генно-модифицированной пищей не обойдешься. Значит, надо перераспределить ресурсы так, чтобы одни имели доступ к этим ресурсам, другие в меньшей степени, третьи не имели вовсе. Отсюда уже выстраивается принципиально иное. Выстраивается иерархия человечества, стран, народов. Но в этот новый мировой порядок кое-что не вписывалось. Советский Союз. Ведь при социализме совсем другая шкала ценностей. СССР нужно было уничтожить. И поборники идеи золотого миллиарда разработали план, об истинной цели которого многие догадались лишь десятилетия спустя. Эта концепция была известна советскому руководству последнему, который провожала тогда еще существовавший Советский Союз в небытие. И, видимо, существовали определенные межэлитные договоренности, или, точнее, псевдодоговоренности, на которые, видимо, купился и наш Михаил Сергеевич Горбачев, о том, что Россию каким-то там боком к этому золотому миллиарду немножечко там присоседил. Рыночная экономика, демократические свободы и частная собственность. Лидеры Запада требовали от руководства нашей страны перемен. Они этого добились. А что взамен? Возникла некая иллюзия, что мы можем войти вот в эту преуспевающую часть общества, договориться с Западом и, в общем, войти в этот условно золотой миллиард. Но что оказалось? Что никто Россию в новом виде в золотом миллиарде не ждет. После распада СССР его бывшие осколки стремительно стали превращаться в источники ресурсов для западных стран. А в мировой политике с начала 90-х годов наступила новая эра. Эра передела карты ресурсов под нужды мировой элиты. По сути дела этот золотой миллиард паразитирует или эксплуатирует оставшиеся там 6 миллиардов человечества. Но так ли на самом деле хорошо сейчас живут в странах золотого миллиарда? Большинство производств перенесены в Азию. Американский текстиль делают во Вьетнаме, японскую электронику в Китае. И даже знаменитую немецкую оптику на Тайване. А чем теперь заняться человеку в Европе? Большая часть населения стала лишней. Причем не только промышленные рабочие потеряли рабочие места. Особенно это в Европе видно. Потому что Соединенные Штаты имеют источники, другие источники для богатства. Финансовая, прежде всего, система. Для некоторых стран последствия оказались поистине катастрофическими. Кто не слышал о финансовом кризисе в Греции? Власти Португалии и Исландии не могут разобраться с колоссальными государственными долгами. Лихорадит Ирландию и Италию. Пострадала даже Испания, не знавшая финансового горя более полувека. Еще 3-4 года назад население в целом зло. И ощущало себя частью золотого миллиарда. А сейчас вот получилось так, что это население вообще-то в значительной мере, так сказать, элите не нужно. И поэтому получается так, что золотой миллиард съездился до совокупности элит всех стран. Эту новейшую и совсем тонкую прослойку стали называть платиновым миллионом. Есть в ней и россияне. Их фамилии всем известны. Этим людям завидуют. Их деньги считают. Но мало кто догадывается об истинном состоянии их финансовых дел. Мы видим формальный список Форбс России самых богатых людей. Значит, одни и те же имена в нефтегазовом, металлургическом комплексе. Но ведь возникает вопрос, а они ли реальные собственники этого всего бизнеса, этого капитала? Каково будущее российской экономики? Неужели окончательно перейти на обслуживание нефтяной трубы для Запада? Иначе говоря, все складывается именно так, как вроде бы и говорила Маргарет Петчер. По одному из предполагаемых проектов в России к 2020 году якобы запланировано снизить численность населения до 50 миллионов человек. А население всей планеты едва ли не в 10 раз. Скажете, звучит фантастически. Но давайте послушаем экспертов. Ряд специалистов полагает, работа по сокращению населения и России, и всей планеты уже идет. И довольно успешно. Работают целые интеллектуальные центры, дискуссионные площадки, институты глобального уровня, прессы и так далее, которые распространяют всевозможного рода идеи, средства, методы сокращения рождаемости в развитых странах. Приветствуются всякого рода крупные эпидемии, региональные войны, которые должны уничтожать это избыточное население. Очередной конфликт. Очередной неизлечимый вирус. Очередной модный тренд. Случайности или правильные вбросы. Например, там тема усыновления детей однополыми семьями. Но, опять же, повторяю, большого ума не надо, чтобы понять, что по большому счету сама легализация этих однополых браков ведет к тому, что детей будет становиться как раз меньше. Наверняка кто-то не захочет жертвовать собой ради процветания платинового миллиона. Но что делать, если выбора просто не останется? Мы приближаемся к удивительной эре, когда электроника, она пронижит все и вся, когда компьютерные сети свяжут все наши данные. Мы можем получить эру глобального фашизма, где контроль может стать тотальным, абсолютно прямым. Впрочем, немало и тех, кто считает, не стоит сгущать краски. Все-таки концепция золотого миллиарда один раз себя уже не оправдала. Потому что в этой теории совершенно не был заложен такой параметр, как производительность труда. А производительность труда с тех пор выросла, так сказать, многократно. И на меньших ресурсах можно обеспечить стало большее количество людей пищей, энергией, теплом и так далее. После 2020 года о золотом миллиарде можно будет забыть, поскольку в этот самый золотой миллиард попадут все, ну, к тому времени примерно 8 миллиардов человек. И ресурсов нашей земли хватит еще на то, чтобы население выросло раза в 2-3 после этого. Может быть, для сторонников теории заговора это действительно слишком оптимистичный сценарий? Но разве не вера в лучшее всегда помогала человечеству выжить? Получается, что золотого миллиарда сейчас просто нет. Зато есть информация, которую нельзя игнорировать. Примерно год назад эксперты ЦРУ опубликовали аналитический доклад под названием «Развитие мира до 2030 года». Они считают, что меньше, чем через 20 лет население России сократится на 10 миллионов человек. Это, конечно, не те цифры, о которых говорила Маргарет Тэтчер, но они вполне красноречивы. Нас становится меньше. Они этого ли всегда добивались наши враги? Смотрите далее. От чего вымрет человечество? На дне мирового океана сосредоточена огромная масса вот этих спящих вирусов. Откуда пришли чёрная смерть и испанка? Неужели из космоса? Небесные знамения или небесные явления являются либо предвестниками, либо даже причинами серьёзных заболеваний. Кто пытается тайно управлять нами? У каждого человека есть свой гуру и ваше счастье, если вы его никогда не встретите. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Зимой 2013 года в Челябинской области произошла внезапная вспышка свиного гриппа. Всё начиналось как банальная простуда, а вполне могло закончиться смертью. Уфологи тут же попытались связать заболевание со знаменитым теперь уже Чебаркульским метеоритом. Они провели историческую параллель. Вспомнили про пандемию испанки после падения Тунгусского метеорита. Вот и сейчас мы зададимся вопросом. Неужели самые страшные вирусы могут попасть к нам из космоса? 23 марта 2001 года. 9.30 утра по московскому времени. Российская космическая станция «Мир» только что выведена с околоземной орбиты и затоплена в Тихом океане. Официальная причина – износ и отказ большинства бортовых систем. Но есть и другая версия. На станции началось нечто странное. Её атаковал неизвестный вирус из космоса. В фильмах-страшилках там какая-то плесень, какие-то там наросты внутри космического аппарата, когда там приборы уже стали выходить из строя. Вот такая мутация произошла. Нападение инопланетян – один из любимых сюжетов писателей-фантастов. Но если это произойдёт, как на самом деле будут выглядеть агрессоры? Осьминоги на боевых треножниках, как у Герберта Уэллса? Или мы даже не увидим тех, кто уничтожит нас? Вирусы были открыты учёными сравнительно недавно, чуть больше столетия назад. С тех пор исследователи только и делают, что открывают новые их виды. И конца края этому нет. Организмов очень много на Земле. Даже вот если насекомых взять, их один миллион видов, и представлять, если для каждого насекомого есть определённый вирус, то уже миллион видов должно быть, больше миллиона. Даже должно быть этих вирусов. Агрессивные и мельчайшие организмы всегда были врагами человечества. Грипп, гепатит, СПИД – от этих болезней погибли миллионы. Все ищут лекарства против этого вируса, против вирусных заболеваний. Спешные или неспешные, находят или находят. Но это проблема. Каждый раз лотерея. Но вот какой парадокс. Очень может быть, что жизнь на планете зародилась благодаря вирусам. И самое главное – эта жизнь была принесена извне. Часть исследователей, учёных предполагает, что действительно придерживаются этой теории, что мы появились на этой планете благодаря метеоритам, и вирусы также были занесены из космоса, из других миров. Были найдены бактерии, которые обладают в Гренландии возрастом 3,8 миллиарда лет. То есть они не намного моложе, чем сама Земля – 4,5 миллиарда лет. Естественно, у некоторых учёных возникает сомнение, могли ли эти бактерии образоваться буквально за 700 миллионов лет существования Земли, когда она находилась в расплавленном состоянии, колоссальные катаклизмы происходили. Ещё один вариант этой теории – вирусы вовсе не с других планет. Они рождены в космосе под воздействием радиации. В начале 20 века известный шведский химик Свенте Аренис предположил – жизнь в виде вируса принесена на Землю так называемым солнечным ветром. Он рассчитал, что солнечного ветра вполне достаточно для переноса таких пор жизни через далёкий космос. Американские учёные исследовали несколько микроорганизмов – возбудителей смертельно опасных для человека заболеваний. Оказалось, что многие из них не погибают при замерзании, выживают при нагревании до 100 градусов и способны уцелеть при сильной радиации. Вирусы, устойчивые в кислотной среде, на какой-то период они способны впадать в анабиоз, сохраняя свою вирусную активность. Ну, парадокс. Как миллионы лет, или во всяком случае сотни тысяч лет, некие объекты, находящиеся в космической среде, то есть при нуле градусах, жутких излучениях, потом, попадая в благотворную, такую благодатную среду, начинают как бы оживать. После долгого путешествия и возрождения вирус начинает внедряться в другие клеточные структуры различных тканей, в любую биомассу, рождая себе подобных. Он паразитирует и быстро развивается, захватывая всё новые территории. Но как ему удаётся выжить в условиях, где выжить невозможно? Это пока загадка. Никто не ожидал, что на Венере можно найти тоже бактерии живые, но, как это связано с фактом, наши учёные нашли действительно бактерии на Венере, которые спокойно живут и процветают. Глобальное потепление. Почему его так опасаются учёные? Не только потому, что затопит Европу. Из разломов и сдвигов земной коры на поверхность планеты попадут тысячи неисследованных опаснейших вирусов. По некоторым данным, на дне мирового океана, а это огромные площади, превосходящие площади поверхности Земли, это понятное дело, сосредоточена огромная масса вот этих спящих вирусов. И иногда, под воздействием непонятных причин, локально, на какое-то время, они начинают пробуждаться. Для большинства таких вирусов, вода и атмосфера Земли едва ли не идеальная среда для распространения. Дальнейший сценарий уже экранизирован в фильмах-катастрофах. Нарушение экологического равновесия, отклонение биосферам, рост мутаций, болезни, от которых вроде бы и защититься нельзя, а потом это вдруг исчезает, пропадает само по себе. Вопрос о том, почему так происходит. Мало кто знает, официально зарегистрированы случаи, когда люди подвергались атаке неизвестных вирусов из космоса. Например, некоторые космонавты, побывавшие на станции «Мир». Один из них согласился встретиться с нашей съемочной группой. Александр Серебров – герой России. В общей сложности он провел на орбите больше года и 10 раз выходил в открытый космос. Серебров привык рисковать жизнью, но вряд ли мог предположить, что опасность придет из шторок кондиционера на борту корабля. Я смотрю, они забиваются какими-то гранулами такими, желто-коричневого цвета. И еще внутри был миллиметр толщины вот этих вот бактерий. Потом спустили, когда их на Землю, что-то они не могли ничего понять. Потом у меня анализы всякие брали и сказали, что это дрожжевая бактерия, но на Земле аналогов нет. Это космический мутант. Этот мутант закрыл для космонавта путь на орбиту. После того происшествия Серебров так и не смог пройти медкомиссию для последующих полетов. Вирус что-то изменил в его организме. Космическая радиация даже структуру металла меняет. А уж биологические там, что у них связи-то какие-то вообще, какие-то доли электронвольта. До и после Сереброва на станции побывали десятки космонавтов. Тревожных данных об их состоянии здоровья в прессе не появлялось. Но значит ли это, что опасности нет? И некоторые космонавты, которые вот в этом корабле находились, спустившись на Землю, в себе носят вот это. Никуда это не делось. Другое дело, будет ли это мутировать дальше? Но если вирусы попадают на Землю, может быть, это кому-нибудь нужно? Узнаем ли мы когда-нибудь кому? Если я буду делать терраформацию какой-нибудь планеты в определенном секторе нашей Солнечной системы, или за пределами Солнечной системы, я могу рассчитать траекторию и запустить туда метеорит с определенными бактериями, вирусами для развития, к примеру, жизни, подходящей для нашей цивилизации. Есть гипотеза о том, что и динозавры-то погибли не просто вот от падения гигантского астероида. Очень много странного вымирания динозавров есть. Возможно, они были уничтожены тоже таким вот вирусами из космоса, ударами. И это не могло быть случайным, потому что млекопитающих почему-то вот эти вирусы из космоса не задели. Они выжили и стали хозяевом планеты. Едва ли не каждая из известных появлений комет сопровождалась на Земле вспышками смертельных заболеваний. С незапамятных времен, с древности, считалось, что небесные знамения или небесные явления являются либо предвестниками, либо даже причинами серьезных заболеваний, которые в прошлом испытывали или обрушивались на человечество. 164-й год до нашей эры. По Европе прокатилась эпидемия чумы. Это одно из первых зафиксированных появлений кометы Галлея. Черная смерть, пандемия. Кроме Европы в 14 веке, захватившая уже и Азию. Она продолжалась примерно с 1335-го по 1351-й год. И в разгар ее вот в 48-м, 49-м году ежедневно умирали десятки тысяч человек. Эта чума также унесла с собой десятки миллионов жизней. В эти годы над континентом видели по крайней мере семь больших комет. Эпидемия испанки в 20-м столетии. Ее связывают с падением Тунгусского метеорита. Еще древние китайские астрономы говорили. Кометы – очень опасные небесные тела. Их появление сопровождается войнами, неурожаями, стихийными бедствиями. Гибнут императоры и простые смертные. Старый мир исчезает, появляется новый. Очень важным таким событием, которое потрясло уже, можно сказать, наше время, это была испанка. То есть заболевание гриппом, которое поразило Европу сразу после окончания Первой мировой войны. Исследователи отмечают, испанка 1918-1920 годов, стоившая жизни 90 миллионам по всему миру, не могла передаваться воздушно-капельным путем, то есть от человека к человеку. На Аляске от гриппа вымирали целые деревни, которые на тот момент даже не были связаны транспортным сообщением. Свою роль сыграли и вполне прозаические причины. Опять же тут сыграло огромную роль, что медицина очень слабо развивалась, и не соблюдались действительно какие-то нормы гигиены, что позволяло вирусам уничтожать в лучших случаях, если бы соблюдалось какие-то нормы, там, десятки, а так погибало сотнями. Сегодня медицина ушла вперед. Но у вирусов все равно миллионы жертв. В 1997 году в Гонконге впервые был зарегистрирован случай птичьего гриппа. Над землей в этот момент зависала комета Хейла-Бокпа. Летом 2013-го медики зафиксировали вспышки серозного менингита в самых разных уголках России. Сургут, Москва, Ростов-на-Дону. Как будто кто-то распылил вирус на всей территории России. Вирусы живут, они прекрасно существуют в животных. И при этом животные не болеют. Но при попадании, естественно, вируса, такого вируса в человек, человек заболевает. Следственное управление по Свердловской области инициировало проверку по факту смерти 17 апреля 7-летнего мальчика от менингококковой инфекции. Это случилось в городе Первоуральске. Инкубационный период заболевания составляет максимум 35 дней. Где дремал вирус все оставшееся время? И не виноваты ли многочисленные туристы, растащившие осколки Челябинского метеорита по всей России в качестве сувениров? Тела, которые падают на Землю, всегда есть опасность, что микроорганизмы, которые в них находят, являются частью тех колоний существ, микроорганизмов, которые живут на этих небесных телах. Ученые пришли к еще одному парадоксальному выводу. Исследования других планет, например, Марса, могут быть смертельно опасными. Недавно там нашли бактерии, воду и признаки существовавшей когда-то цивилизации. Но кто знает, отчего цивилизация погибла, а бактерии остались. Они, кстати, тоже могли быть для марсиан инопланетными гостями. А вот почему Марс опасно осваивать на данный момент, только при помощи отправить экспедицию и все. То есть мы должны быть готовы к тому, что мы можем столкнуться с новыми видами вирусов и бактерий, которые очень опасны для людей. Я думаю, может быть, не зря делась экспедиция в один конец. И если до людей на Земле были разумные существа, с высокой степенью вероятности можно утверждать – их погубили именно вирусы. Может быть, и Атлантида, о которой мы тоже вполне догадок. Куда же исчезла эта раса? Да, мы знаем из легенд, что как бы отдельные представители этой расы пережили некую катастрофу, приплыли на разные метеорики и стали вот цивилизаторами, которые помогли многим странам подняться до высокого уровня. Но куда же сами Атланты-то делись? Существует теория, что Атланты – первые жертвы применения собственного генетического оружия. А может быть, они погибли от инопланетного эксперимента по отправке вирусов с помощью метеорита или кометы? Комету Галлея считают предвестником самых мрачных для человечества событий. Очередное ее появление ожидается в 2061 году. Это опять будет сопряжено с появлением неизвестной болезни? Или к тому времени ученые все-таки сумеют разработать супер-антивирус? Смотрите далее. Страной управляет президент. А кто управляет президентом? Существует две расы, которые, так сказать, борются за влияние над человечеством. Забудьте о 25-м кадре. Есть вещи пострашнее – детские мультфильмы. Это неосознаваемые компоненты, воздействующие на психику человека. И все секреты работы с подсознанием. Если я буду очень целенаправленно смотреть вам в глаза и что-то говорить, то через некоторое время у вас наступит некое такое застывание, оцепенение. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Сегодня на человека каждый день обрушивается лавина информации. Что остается в подкорке нашего мозга? Какие мысли мы можем считать нашими, а какие вкладывает в нас кто-то другой? Существует ли психотропное оружие? И чем оно отличается от психотронного? Что угрожает нашей личной свободе? И существует ли она на самом деле? Давайте разбираться. Сентябрь 1992 года. Первый президент России Борис Ельцин неожиданно отменяет свой официальный визит в Японию. Страна восходящего солнца в шоке. Переговоры, к которым правительство готовилось несколько лет и возлагало на них большие надежды, сорваны. Что стало причиной? Почему Ельцин отказался обсуждать проблему Курильских островов? Много лет спустя генерал Федеральной службы охраны Борис Ратников в интервью российской газете признался. В 1992 году на сознание президента Ельцина была организована психологическая атака. Мы сорвали первый визит Ельцина в Японию. Он должен был состояться в 1992 году. Как нам стало известно, президента усиленно программировали на то, чтобы отдать ряд Курильских островов Японии. Если бы запрограммированный президент поехал в Японию и отдал Курилы, в разговор вмешался бы Китай, который тоже претендует на спорные территории. А дальше могла начаться война. Психотронное оружие, о котором сложено столько мифов и легенд, существует. И если его могут направить против первых лиц мировых держав, что говорить об обычных людях? После развала Союза много технологий двойного назначения, которые раньше находились под жестким контролем государства, они были выпущены. И вот где сейчас блуждает часть, можно только догадываться. Елена Русалкина-Смирнова, клинический психолог, эксперт по психотехнологиям и психотронному оружию, считает, управление людьми на уровне подсознания – это всегда палка о двух концах. Одним и тем же методом можно как вылечить человека, так и убить его. В первую очередь психотехнологии были разработаны исключительно для использования в медицинской практике, потому что мы врачи. И разработаны были именно как метод диагностики и метод нелекарственного лечения, то есть психокоррекции. Два почти одинаково звучащих слова – это два совершенно разных вида оружия – психотропное и психотронное. Психотропное оружие предполагает обязательное использование дополнительных средств для воздействия на сознание человека, лекарств, химических и наркосодержащих препаратов. Психотронное оружие оказывает влияние на человека исключительно при помощи техники – телевидения, радио, компьютера, всевозможных антенн и излучателей. Это уникальные архивные кадры нацистской звуковой пушки доктора Ричарда Валаушика. Специальная установка, собранная в 1944 году, производила звук такой частоты, который резонировал с жизненно важными органами человека. Физик с мировым именем Всеволод Рабаджи еще в 70-е годы прошлого века доказал, тело человека резонирует с частотой в 6 Гц, грудная клетка – от 5 до 8 Гц. Мозг подвергается резонансу на частоте от 20 до 30 Гц. Если на человека направить поток инфразвуковых колебаний, то можно повысить его кровяное давление, изменить сердечный ритм, ослабить слух и зрение, повлиять на дыхание. Звуковая пушка, которая убивала людей на расстоянии до 60 метров. Но она так и не была опущена в производство, потому что... Ну, потому что это было тупиковое направление науки. Любой пулемет убивает на расстоянии полтора километра. А на расстоянии 60 метров можно подбежать и убить голыми руками. А позже установку захватили американцы. Звук, который действует на человека разрушительным образом. Но если немцы пытались сделать этот звук смертельным, то сейчас пытается человека вывести из строя. Сделать так, чтобы он потерял сознание или в ужасе убежал, не предпринимая каких-то агрессивных действий. В предвыборной кампании Саакашвили, президента Грузии, насколько можно опираться на средства массовой информации, использовались какие-то способы воздействия на митингующих, на толпу, после которых люди очень плохо себя чувствовали. То есть это то же самое воздействие на психику. К психотронному оружию современные специалисты относят и эффект 25-го кадра. Удивительно. Сама эта теория была развенчана еще в прошлом веке, но дала мощный толчок развитию зашифрованных аудио и визуальных посланий под корку мозга. Существуют гораздо более ухищренные способы, когда можно, допустим, закодировать речь человеческую, закодировать изображение и также поместить его. В некоторых вариантах это... Ну вот нам встречались в экспертизе, которую мы проводили. Ну, это сделано было очень кустарно, но тем не менее, все равно действенно. На подсознание человека может влиять даже обычный просмотр телевизионных программ. В декабре 1997 года в Японии разразился громкий скандал. Более 700 детей попали в больницы после просмотра очередной серии популярного мультфильма «Покемон». Расследование показало, в мультфильме применен опасный для детской психики спецэффект, связанный с быстрым мельканием красного и синего цветов. У самых впечатлительных малышей начались головокружение, тошнота и даже судороги. Правильная подборка слов, правильная подборка музыки, сцен и цветов уже может оказывать колоссальное посильное воздействие на человека. Власти собрались было запретить сериал, но под напором общественности вернули его на экраны. Неужели авторы мультфильма сумели создать у детей настолько сильную зависимость от него? Известный сектовед Александр Дворкин говорит, для воздействия на сознание человека и управление людьми технические средства не нужны. Не думаю, что существует вот такое некое такое массовое психологическое оружие, не думаю, что оно когда-либо будет найдено. Но это не значит, что нет методик манипулирования сознанием, и я специалист как раз по тоталитарным сектам, которые эти методики манипулирования сознанием используют. У сектантов-вербовщиков намётанный глаз и целый набор приёмов. Похожими методами пользуются цыганские гадалки. Яркая одежда, очень много хаотичных жестов, определённый тембр голоса, определённый темп речи, который автоматически перегружает восприятие, то есть сознание человека говорит, что всё, всё, хватит и поехал. Виктор Толстяков – специалист по нейролингвистическому программированию или НЛП. Это целая система, которая, как говорят её сторонники, позволяет незаметно управлять поведением человека. Феномен, который называется каталепсия, то есть, допустим, если я буду очень целенаправленно смотреть вам в глаза и что-то говорить, при этом соблюдая определённую интонацию голоса, определённый темп, подстраиваясь под ваше дыхание, ваши физиологические параметры, то через некоторое время у вас наступит некое такое застывание, оцепенение. Вы удивитесь, но методы управления человеком доступны едва ли не каждому. Достаточно войти в доверие и вызвать сильную эмоцию. Иногда просто помочь в трудную минуту. Деньгами, связями, вниманием. И сознание другого человека у вас на крючке. Во время стресса внушаемость повышена. Именно этим пользуются тоталитарные секты. Технологию неплохо освоили и мошенники. Сколько раз бывало такое? Люди приходили на презентацию книги или парфюмерии, а в итоге отдавали незнакомцам не только деньги, но и прямо на месте отписывали свои квартиры. Потом они сами не могли объяснить, как почему это происходит. Это неосознаваемые компоненты, воздействующие на психику человека. Как не попасть на крючок людям, которые могут подчинить себе ваше сознание? Как не потерять не только своё «я», но и зачастую свою жизнь? Специалисты предупреждают нас словами Булгакова из «Мастера и Маргариты». Не разговаривайте с незнакомыми. А если так, не пейте с незнакомыми. Лучше всего. Не ешьте – не пейте. Потому что сочетание психотропных препаратов, допустим, и алкоголя, наркосодержащих и алкоголя, оно и действует может летально. С одной стороны, с другой стороны, всегда вызывает, если это в небольших дозах, то вызывает десолюцию сознания, то есть изменённое состояние сознания. В таком состоянии человеку можно ввести любую командную директиву. И он будет выполнять её. Эксперты, работающие с сознанием и подсознанием, считают, все методы воздействия на человека уже открыты. И ничего принципиально нового придумать невозможно. Ещё в 19 веке великий русский психиатр и мировой непререкаемый авторитет Владимир Бехтерев издал работу «Внушение и его роли в общественной жизни». Этими знаниями до сих пор пользуются современные психотехники. Манипуляции сознанием человека начинаются только при совпадении определённых факторов. Например, предложения секты должны отвечать нашим интересам. Учитывая, что у многих, особенно молодых людей, ещё отсутствует внутренний стержень и критический взгляд на жизнь, они становятся лёгкой добычей для вербовщиков различных сект и откровенных мошенников. В секты не приглашают. А куда приглашают? На бесплатный курс английского языка, или на какие-нибудь курсы, как научиться рисовать за сутки, или на какую-нибудь весёлую молодёжную тусовку, или на интересную высокооплачиваемую работу. За яркой вывеской курсов личностного роста, открытие потенциала, уникальных практик, как правило, скрывается либо секта, либо мошенники, которые разденут вас до них. Если человек переживает стресс, он гораздо более внушаем, и на него легче воздействовать. Вот если эти две вещи совпадут, то вероятность того, что любой человек попадёт в сект, весьма и весьма велика. Или, как вот среди нас сектаредов, есть такая невесёлая поговорка, а у каждого человека есть свой гуру, и ваше счастье, если вы его никогда не встретите. Это популярный писатель-фантаст Василий Головачёв, автор более чем 40 романов. Он много наблюдает за окружающей действительностью и сделал шокирующий вывод. Иногда это самому страшно становится. Когда пишу роман, я набираю информацию из всех источников. Это и наука, и мистика, и сказки, и всё, что угодно. И всё однозначно говорит о том, что человечество каким-то образом управляется. И это вовсе не пресловутая мировая закулиса, говорит писатель без тени улыбки. Головачёв называет таких правителей пастухами человечества. И это не люди. Пришельцы присутствуют на Земле очень давно, очень давно. Это, может быть, даже миллионы лет. И я действительно написал несколько романов на эту тему, и, наверное, буду продолжать. Да и сейчас пишу в этом плане, что существует две расы, которые, так сказать, борются за влияние над человечеством. Ящера-люди, скажем, змеи-люди. Ну, это очень условно всё. Прозрение писателя или просто странные мысли фантаста? Скорее всего, мы не получим окончательного ответа. Да и большинству людей вряд ли нужна лишняя информация. Иногда лучше жить в счастливом неведении. Так спокойнее. Эксперты без тени сомнения утверждают, на наше сознание так или иначе оказывают влияние. И понять, кто это делает, порой почти невозможно. Но защита от любого вмешательства в нашу жизнь есть. Надо жить своим умом, не верить словам и всегда критически воспринимать действительность. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся.